12 глава книга Иисуса Новина. В 11 главе закончилась война, а мы еще только на середине книги, она довольно длинная после этой истории, но там дальше будет про территорию, потому что война это средство завоевать территорию. А пока надо подвести итог, и в 12 главе такая бухгалтерская глава, неожиданно, да, вот у нас военные подвиги, доблести, краткие периоды поражений и новые победы, а в 12 такой тон бухгалтера. Ну что ж, порядок во всем должен быть, в том числе и в инвентаризации побед. Не нужно себе приписывать лишнего, но что достигнуто, то должно быть отмечено. Вот цари, которых израильтяне разбили и завладели их землями, что простирались на восток от Иордана, от Арнонской долины до горы Хермон, включая восточную половину Арнонской долины. То есть это описание более-менее территории Ханаана, в том числе и восток от Иордана, но не весь, а часть от потока Арнона. Сихон Амарейский царь, его столицей был Хижбон, ему принадлежали земли, начиная от Аруэра, что над Арнонской долиной, и сама Арнонская долина, половина Галаада, вплоть до реки Ябокза, которой живут имманитяне, а также и Орданская долина, от восточного берега озера Кеннера до восточного берега Мертвого Соленого моря, от Бет-Ищемота до склонов горы Фазга на юге. Понятно, что сегодня для нас это ничего не значит, но это описание вот той самой территории к востоку от Иордана, которая первая была завоевана еще в Пятикнижие. Ог, царь Башана из последних Рифаимов. Его столицами были Аштарот и Эдреи. Ему принадлежали горы Хермон, Солха, весь Башан, это как раз на севере Ханаана, до границы с гешурцами и маахийцами, а также половина Галаада, до границы сихона царя Хижбонского. Моисей, раб Господа, и зритяне победили этих царей. Моисей, раб Господа, отдал их землевого владения племенам Рувима и Гады и половине племени Моносей. Еще раз, это к востоку от Иордана, и поэтому еще до книги Иисуса на Вина были описаны эти завоевания. Почему так подробно? А потому что это вот собственно говоря территория, которая завоевана израильтянами. Вот цари, которых израильтяне во главе с Иисусом уже из этой самой книги, победили на землях, лежащих к западу от Иордана, между Баалгадом, что в Ливанской долине, и горох Аллах, что в предгорьях Саира, то есть от Ливана до Эдома, но Эдом от нынешней Южной Иордании. Все эти земли Иисус отдал во владение племенам Израиля, разделил между ними и горы, и Шефилу, Шефила предгорья, и долину Иордана, и склоны, и пустыню Энегев. Видите, какая разнообразная там география. Все эти цари Хетты, Амареи, Хананеи, Перезеи, Хивеи и Вусеи. Царь Иерихона – один, Царь Аиштублиз Бетеля – один, Царь Иерусалима – один, Царь Хеврона – один, Царь Ермута – один, Царь Лахиша – один, Царь Иглона – один, Царь Гезера – один, Царь Девира – один, Царь Гедера – один, Царь Хармы – один, Царь Арады – один, Царь Ливны – один, Царь Адуллама – один, Царь Маккеды – один, Царь Бетеля – один, Царь Тапуаха – один, Царь Хефира – один, Царь Афека – один, Царь Сарона – один, Царь Мадона – один, Царь Хацора – один, Царь Царь Шемрона – один, царь Ахшафа – один, царь Таанаха – один, царь Мегиддо – один, царь Кедыша – один, царь Вакнеяма, что накормили – один, царь Дора, что в Нафаддоре – один, царь Гуима, что в Галилее – один, царь Терцы – один. Всего тридцать один царь. Интересно, зачем такой список? А не проще было написать тридцать один царь и дальше они через запятую, не так ли? Вот что-то в этом есть. Один, 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 то есть вот так вот, раз, 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 да, то есть мы представляем себе, что это не была такая легкая прогулка, да, а это вот такой постепенный путь к господству над всей этой территорией. И в результате можно еще, кстати, увидеть такой оттенок, что эти цари поодиночке израильтяне вместе. Но это не совсем так, потому что цари объединялись в некоторой группировке, ну, они были вызваны угрозой как раз израильского нашествия. Израильский народ всегда вместе, да, то есть вот он изначально един, а не один, 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 а эти все едины, и потому непобедимы. Тоже ведь интересный вывод. Но хорошо, земли завоеваны, кто теперь будет чем владеть? Об этом следующая глава. Субтитры создавал DimaTorzok